Берегите себя и будьте здоровы. Что это было? Уважаемые жители Тадья, городской оперативный штаб напоминает в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекцией на территории домашней области действует режим повышенной затопности. Выстояние заболеваний в этом расстоянии 13. Другими респираторными вирусными инфекциями соблюдается правдой и правдой. Машины едут. Всем еще раз доброе утро. Собралась таки на работу. Потому что никак я не соберусь. Никак. Еще и лифт не хочет везде. К 11 иду. Никак везти не могла. Не знаю, разбаловалась или спина вот эта моя после ударной техники. Борят шишки. Погодка тепленькая. Все замечательно. Бегу. Разбаловалась, наверное, больше. Потому что это Москва меня разбаловала. А то спишь сколько надо. Гуляешь где хочешь по красотам. А здесь работать надо. Скоро платить аренду. Так что надо зарабатывать. Вот. Течет. Поливают, когда цветы. Грязь выливается с газонов. Куда они столько льют, не знаю. Ну, зато красиво. В штанишках в льняных. Косточки. Когда вчера ехали с таксистом до аэропорта, я думала, я отравлюсь. Настолько пахло вот выхлопом. У него что-то неисправно. И забрасывается выхлопом в салон. Когда приехали в аэропорт, я чувствую, у меня все пропахло в платье. Я чувствую от себя вот эту гарь. Меня тошнило. Я не знаю. Пока не поела мороженого. Ну, потом самолет. Потом опять такси. И, конечно же, мозги на вылет. Дорога перешла. Приехали мы уже в 4. Вот. У нас же на час позже с Москвой. И спала. Поели немного с Аленкой. И спать улеглись. До мужа он пришел в полвосьмого. Тогда мы уже пошли в магазин покупать продукты. Вот. Купили продукты. Купили ножки куриные. Дома. Ну, все, утром встану. Приготовлю. Утром встаю в 7. Смотрю, Аленка их в морозилку положила. Ну, блин, думаю, ну что такое. В обед сейчас приду. Разморозится. И буду готовить. Да смотрю по сторонам. Неделю не были. Какие здесь у нас изменения. Смотрю, деревья позасыхали. Вот. Не знаю, что меня там ждет все на работе. В Москве, конечно, прохладнее намного. Здесь вот в 11 уже прям жарко. Вот. В обед домой. Сколько людей, чего. Кто знает, уже придут. Позвонят. Завтра у меня вот прям полноценный рабочий день. Суббота. Завтра уже прям записались. Сегодня шестое. У меня было написано на парикмахерской, что до шестого. Так что шестого-то, может быть, не все придут. А вот седьмого наверняка. Сейчас приду. Зайду в магазин. Задыхаю сюда. Куплю водички. И посмотрю, что меня там ждет. Цветочки мои не засохли возле парикмахерской. Муж сказал, вроде поливал. Сейчас посмотрим. Так, парикмахерской переоделась. Прополола сорняки. Подстригла свои кустики. Стричь пока некого. Стригу кусты. Немножко вспотела жарко. Полила цветочки. Кто-то сорвал объявление на парикмахерской. Ну, ничего. Кому надо. Все меня найдут. Я начинаю работу. Так что, девчонки, я здесь. Я на месте. И не знаю, поеду ли я до Турции еще раз в Москву. Посмотрю, как будет мое состояние здоровья. Все в прежнем режиме. Всех жду. Сегодня пришла клиентка. Я иду на обед. Хочу рассказать. Она села в кресло и говорит, подрежьте мне волосы немного. А потом смотрит на меня и спрашивает, вы можете меня подстричь так, как у вас? А я ей говорю, но это будет очень коротко. Да я говорю, вижу. Нет, вы не видите. У меня выбриты виски. Она говорит, ой, как классно. Вы можете сделать копию себя? Мне вот нравится у вас и стрижка, и цвет волос. Я так растерялась. Ну, конечно, это приятно. И в то же время засмущалась. Говорю, да. Конечно, могу сделать. Вот, говорит, я приеду с отпуска, я обязательно к вам, говорит, приду. Куда-то она уезжает по делам. И я такую же краску точно так же вы мне сделаете. Я говорю, хорошо. Спросила, сколько будет стоить. И уходя, она взяла визитку и сказала, я вам люблю. Такой комплимент сегодня получил. Идут ребята, гремят. Вот, которые по домам лазают. Вот, швы делают. Еле уместился в рак. Сколько килограмм дождавые? Вот как так? Вот как так? Покупать не знать, сколько килограмм. Мы обещали, что красный, вкусный. Даже мыть неудобно. Еле поместился, да? Че сидишь? Ты че ждешь? Море погоды? А рабо ждешь? Дынька у нас еще колхозница. Тоже такая красотка. Большая тоже. Как бы килограмм два, нам больше, да? Че сидим-то? А? Че ты так лапку сделал? Красный. Трещал? Да. Ох. Ой-ой-ой, вкуснятина. Там как урой, заметь. Ну, немножко стукнутый, немножко. Не хочешь шарбот пасу? Ну, кусай давай. Ну, кусай. Как ты кушаешь, шарботик? Давай. Не хочешь? Ну, конечно, у папы там курица. Будет он арбуз есть. Давай-давай. Наяривай давай. Вась, побежал к каленке. Скорей-скорей-скорей, может, там вкуснее. Сейчас придет курица есть. Попа. Лежит и клякает. Ты че там квакаешь? Ты че квакаешь? Батюшки. Батюшки. Ну, арбузы объелся. Батюшки. 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 Здесь нет. Я его сегодня вымыла. Прям вот полностью намыла его. Потому что он в обед пришел. Очень пыльный. Тут лапки-попки уже не проходят. Сейчас упадешь. Сейчас ты допрыгаешься здесь. Кто там? На подушке сидит. Кто там? Где папа? Папа где? Где папа? Баксик. Где папа? Папа, где твой Баксик? Вот чудик-то. Нарбуз ел. Ага, я вас снимаю. Папа у нас уши закрывает берушами. А Баксик пытается их вынуть. Баксик. Где беруши у папы? Где беруши? Утосилили мы третью часть арбуза. Потому что он неимоверно большой. Огромный. Баксик идет ко мне. Чего ты скребешься за хаде? Отец у нас наварил каши. О, Господи. С горохом. Чуть непонятно. Что там? Здесь пшено. О, а здесь не то ячневая, не то пшеничная. Короче, с горохом. Ну, видно, он горох. О, Баксик чавкает, пришел, водичку пьет. У нас еще и... Он из кружечки любит. Еще дынька вот лежит. Тоже довольно-таки большая дыня. Килограмма, наверное, два, два с половиной. Баксик, ты все покушал? Не-не-не. Нельзя больше на ночь, маленький. Нельзя на ночь. Все-все-все-все. Все. О, нет, не буду ему никаких палочек давать. Нет. Нет. Спать. Спать. Завтра папа нам рыбу наловит. Лещей. Да, Баксик? Будем рыбку кушать. Всем спокойной ночи. Субтитры сделал DimaTorzok